Сосны на морском берегу пользуются, когда гладенько смотрят, а он не вызывается. Старались. Просто вот такой красивый шкаф. Точно такие же ящики у нас. Вот я таких ограничителей у нас не видел. А вот в подвалах такое ощущение, что рука хозяина. Ты не понимаешь, почему жильцы делают вот такую красоту. Единственное, чего не хватает, это городские виллы. И это, я считаю, безопасность. Смотришь на реальный рендер, частное домовладение, есть даже якорь. Рендеры соответствуют действительности. И везде красивая зеленая трава. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в пригороде Минска у жилого комплекса «Пирс». Жилой комплекс «Пирс» считаю одним из интереснейших проектов. До центра Минска от комплекса всего лишь 17 километров. Ну и комплекс выглядит очень достойно. Въезд идет с трассы. Через дорогу заправка, большая парковка, продуктовый магазин на первом этаже. Вот так выглядит одна из входных групп. Большое количество остекления, алюминиевые двери, ровные панели. Современная система допуска. И, соответственно, есть даже вот продуманная вот такая скамеечка. Ландшафтный дизайн. Обратите внимание, все как здорово и красиво. Дома все сданы в 2020 году. В 2020 году полностью закончен проект. Ну и идемте вовнутрь, все посмотрим. На что обращаешь внимание, так эта дорога для автомобиля, она сделана вот из таких плит. Смотрится красиво. Да, я бы сказал, даже достаточно интересно. Тротуары все в брусчатке. Обратите внимание, как сделана доступная среда. Если вы идете, родители с коляской, то здесь спокойно проходите. Система домофонов. Нормальные двери. Дома разной высотности. К примеру, вот этот корпус чем-то мне напоминает проекты, которые строятся у моря по другую сторону. От нашей родины. Перс, товарищество, собственников. Это тот, кто управляет. Есть вот такой подъемник. Смотрится красиво. Не знаю, работает или нет. Входная группа. Большое количество остекления. Мне очень нравится, что есть нумерация. Сразу видно, какой это подъезд. И какие здесь расположены квартиры. Скамейка. Урна. Камушки. Большие камушки. Обратите внимание, как красиво выполнили всю дворовую территорию. Еще когда я здесь ходил, обратил внимание на вот эту отделку. Интересное решение. Не знаю, что это за материал. Но, во-первых, он уложен ровно и красиво. Выше аналогично. И он, знаете, такой пористый. За счет вот этой пористости он не пропускает тепло. И, соответственно, полагаю, холод. Красиво сделаны отливы. Здесь аналогично у дворя мы видим плиты. Красиво сделаны, вынесены такие с фасада. Назовем это, не знаю, подоконники, карнизы, наверное. Правильно будет. Очень красиво смотрится плитка. При этом, обратите внимание, что она ровная. Все сделано ровно. Вот я пока смотрю, даже придраться не к чему. Как только ты проходишь, сразу загорается табло. То есть здесь есть датчик. Камера, соответственно, пишет. И можно позвонить или по магнитной карте пройти. С одной стороны комплекс окружает вот такой красивый лес. В метрах 300-400 расположено Заславское водохранилище. Обратите внимание, парковка под велотранспорт. Какие кусты, деревья. Вот здесь такое ощущение, что, знаете, я попал в какой-то санаторий. И везде красивая зеленая трава. Можно даже сосиски поесть. Для сбора мусора вот такая площадка. Обратите внимание, как сделано круто. Зарядка для Теслы. Теннисные столы. Можно поиграть в настольный футбол. Слушайте, ну просто красота. Давайте прогуляемся. Очень красиво смотрится проект. Здесь есть балкон остекленный, не остекленный. Все от застройщика. Здесь мы можем с вами видеть такой небольшой амфитеатр, где можно посидеть, отдохнуть. Вот это, кстати, для подростков прикольно. Видите, кто-то накидал уже что-то таких. Какие-то маты. Слушайте, вот здесь хочется жить. Напомню, квартира однокомнатная с ремонтом. Здесь стоит от 7 миллионов рублей на наши деньги. Очень уютные дворы. Большое количество зелени. То есть создача крайнего корпуса прошло буквально тут 20 копейками года. И вот здесь везде такая красота. Не видно, чтобы где-то, знаете, друзья, была какая-то неухоженность. Я в какой-то сказке. На первых этажах есть вот такие терраски. Чуть выше уровня земли в каждом подъезде есть колясочная. Обратите внимание, как выполнены входные группы. Здесь есть и навес, и большой указатель, нумерация квартир. И зимой ноги почистить. И вот такая решетка. То есть все для комфортного проживания. Здесь обращаю внимание, что застройщик продумал о том, что в летний жаркий период нужно поливать зеленые насаждения. И вывел трубу с холодной водой. Обратите внимание на саму концепцию. Соответственно, сам двор. Достаточно большое расстояние между домами. Дома все малоэтажные. Очень интересные фасадные решения. То есть никаких прямых здесь линий нет. Все вот так вот под углом идет. Смотрится очень красиво. Фасады везде ровные. Отливы везде ровные. Везде заглушки. Есть у нас тут такой приямочек. Здесь такая ограждающая конструкция. Пока еще нет ржавчины. О, ну вот можно единственное докопаться здесь, что нет системы отвода влаги. Да, вот я бы, наверное, себе квартиру вот в таком домике рассматривал бы. Свой небольшой водоем, наверное, этот можно так назвать, где могут побегать дети в водичке. Причем воды здесь, обратите внимание, совсем немножко, как на палубу, наверное, можно назвать. Здесь лежаки, где можно позагорать, елочки. Очень смотрится все достойно и красиво. Да, друзья, комплекс оправдывает свое название. И, конечно, застройщик молодец, что воплотил, реализовал такую красоту. Обратите внимание, есть даже якорь. Можно перейти вот по такому мостику. Здесь водички чуть больше, чайки декоративные, ступени. Дети ползают, бегают. Слушайте, просто настоящий рай. Заметил, что большое количество вот разной травы такой высаживают. Смотрится она реально, мне кажется, красивее даже, чем кусты. Потому что кусты, они уже, наверное, надоели всем. Они есть во всех проектах. А вот с травой совсем другая история. Вот, кстати, очень грамотно сделан вынос террасы. Соответственно, под террасой темно, и там трава никогда не растет. И как раз вот на этом уровне засыпано все мелкой гравийной крошкой. И смотрится красиво. И, видите, трава зеленая. Зона барбекю. Стоит свой такой мангальчик в беседочке. Цоколь красиво сделан. Напоминает вот эти полоски, как на бетонных плитах на дороге. Смотрите, какая красотища. Какая красота. Да, здесь панели все ровные, красивые. Самое прикольное, что здесь в проекте есть еще и частные домовладения. Вот они, друзья. Такой, скажем, частный островок. Да, большинство, видите, уже ухоженные высадили туи, цветочки. То есть здесь живут люди. Здесь еще видно, что делается ремонт. Но обратите внимание, какая большая терраса. Также отмечу, что большие панорамные окна. Глубокие достаточно балконы. Ну, тут разрывают эмоции, конечно. Отличная реализация проекта. Такое, знаете, ощущение, что смотришь на реальный рендер. Но это воплотили все, друзья, в жизни. Для того, чтобы ничего не спачкать, настелили строители вот такую пленку. Здесь аналогично есть вот такая деревянная красивая конструкция, чтобы можно поставить сумки или просто присесть. Входная группа, алюминиевые двери, тамбур. И здесь, кстати, прохладно. Обратите внимание, что здесь есть доска, на которой можно мелом что-то написать. Оставить, например, послание своим соседям. Так как это перс, обратите внимание на напольное покрытие. Здесь крупноформатная плитка. И еще вот места вымочены вот так камушками. Смотрится реально очень стильно. Чем хороши вот такие прозрачные конструкции? Ты когда выходишь, ты видишь, что вот здесь. И это, я считаю, безопасность. А заходим, у нас есть система видеонаблюдения. Большой радиатор отопления. Красивый лестничный марш. Современный немецкий лифт. Почтовые ящики. Вот такие, кстати, почтовые ящики обычно в финских домах. Вот такие широченные. У нас они обычно длинные, плоские. Ну, тут такая псевдотрава. Смотрится красиво. Что у нас тут? О, теплопункт. Так, теплопункт и электрощитовая. О, датчик сработал, открылась. Ну-ка, ну-ка, тут закрылся. О, электрощитовая, не хочу идти. Ну что, вызываем лифт и едем на последний этаж. Лифты, обратите внимание, они двухсторонние. Такие, к примеру, лифты у нас есть в комплексе Грюна Лунд. Зеркала, красивая обшивка. Ну, вот это уже, понимая, сделали сами строители, чтобы, когда таскают смеси, ничего здесь не испачкать. Едет комфортно. Знаете, вот стоишь на месте, никакой нет вибрации. Такое ощущение, что он вообще никуда не едет. И обратите внимание, всего лишь пять этажей. Ох, а тут ремонт. Раз квартира, пятый этаж, два квартира. Здесь обратите внимание, что все коммуникации спрятаны вот под такими потайными лючками, причем достаточно большими. тепловой узел, сухо. О, открылось. Так, клапаны сброса воздуха, теплоизоляция, запорная арматура. Внизу все чисто. И вот, друзья, обратите внимание, так обычно делают у себя в квартирах. А здесь сделано в подъезде для того, чтобы была вот такая красота. Идем выше, самый последний этаж. Обратите внимание на лестничный марш. Красивая плитка, красивая ограждающая конструкция. Большое количество остекления, причем это алюминиевые рамы. Здесь у нас выход на кровлю. И вот сюда, знаете, даже приятно подняться и посмотреть, потому что у нас в большинстве проектов, к сожалению, когда ты поднимаешься на самый верх, то это выглядит каким-то реальным днищем. Дошел на самый верх. Что это такое? Это что такое? О, круто, да? Здесь все сделано по красоте. Обратите внимание, какие красивые цифры. То есть они небольшие, но на фоне стены смотрятся красиво. Вот за такой дверью расположены две квартиры. Только открывается дверь, сразу срабатывает датчик на движение, и загорается свет. Единственное, чего не хватает, это на каком этаже находится лифт. Но это, как вы понимаете, совсем-совсем. На территории комплекса есть большая площадка для выгула четвероногих друзей. А также небольшие парковки. Но на такое количество людей, я полагаю, их предостаточно. У нас даже на Крестовском острове нет вот такой, друзья, красоты. А здесь это пригород, лес, Минское море. Вот это красиво сделано. Это у нас какие-то панели, очень красиво смотрятся. Либо это, не, нет, не панели, это штукатурку так сделали. Вот обратите внимание, вот это система мокрого фасада. То есть можно было сделать вот так же, просто недорого накидать. А здесь вот, видите, сделали вот что-то наподобие, как бетонные плиты на дороге. Но смоется, по мне, очень красиво. Еще одна входная группа. И здесь аналогичная красота. Друзья, извиняюсь, не заметил. Здесь есть отверстие с брошенной паутинкой, куда должна уходить вода. А вот в подвалах такое ощущение, что здесь вода. Площадь, кстати, комплекса 12 гектар. И обратите внимание, что как застройщик, вот мне, например, понравилось, расположил здание на этой территории. Сделал так, чтобы было максимальное расстояние, комфортное расстояние между этими домами. Я бы даже назвал бы это не дома, а городские виллы. Огромнейшая деревянная горка для детей с шезлонгами. Здорово, что жильцы делают вот такую красоту. Это тоже придает определенную атмосферу. Трава такая с колосками. Красиво все очень смотрится. Очень красивый и хороший комплекс для жизни. А третий день езжу на своем автомобиле по Минску. Здесь просто, друзья, нет пробок. То ли людей так мало, то ли так классно организовано дорожное движение. Но я ни разу не вставал в пробки, такие, как, например, есть в Питере. Выезжаешь рано утром, поезжаешь везде за минимальное количество времени. Езжу по Яндекс.Навигатору и за рулем чувствую себя очень-очень комфортно. Кстати, отмечу, что белорусы очень классно ездят. Никуда не торопятся, включают указатели поворотов и соблюдают правила дорожного движения, в отличие от наших питерских водителей. А вот это похоже для занятия то ли аэробикой, либо это такие качели. Я таких качелей у нас в Питере еще не видел. Есть, например, вот такой мосточек, но без воды. Это жилой комплекс Ютери. Да эти классно сделали чаечек. Здесь водичка и можно поплескаться, помочить детям ноги. Такое ощущение, что, знаете, где-то ты на Средиземном море приехал в дорогущий десятизвездочный отель и отдыхаешь недельку-другую. Но этот всего лишь комплекс в 17 километрах от центра Минска. Знаете, я смотрю на этот фасад и не понимаю, почему здесь застройщик смог сделать красиво и ровно все это реализовать. А у нас, к сожалению, почему-то большинство застройщиков не может. Интересно смотрятся вот такие длинные и узкие окна. Ну, конечно, Пылитка молодцы. Вот реально старались. Видно, что люди просто старались, делали. И, наверное, был хороший контроль. Еще один двор. Видим паутинку, камушки, велопарковку. Здесь своя, кстати, газовая котельня у этого комплекса. Обратите внимание, если вот это, скажем, дома чуть дешевле. И здесь мы видим везде стеклянные ограждающие конструкции, красивые и аналогичные входные группы. Все застеклено и все сделано в едином стиле. Вот это красота. Ну, и, кстати, обратите внимание на окна. Они все увеличены по площади остекления. Здесь комплексом управляет по-нашему этот ТСЖ. Обратите внимание, как все поддерживается и в каком хорошем это все состоянии. То есть прошло чуть более двух лет. Есть и трава, кустарник, ничего не умерло. Везде есть разграничитель бордюрный. Везде тротуарная плитка. Вернее, такая большая такая плитка. Но вот все в таком действительно хорошем состоянии. То есть чувствуется рука хозяина. Вот что значит, когда сами жильцы заботятся о своем доме. Входные группы, кстати, достаточно разные. Вот здесь обратите внимание на окна. То есть мы здесь видим окна, что они увеличены по высоте. Мы с вами видим то, что здесь есть защита стеклянная для того, чтобы была масса света. И это смотрится реально красиво, гармонично. Везде есть ограничители двери. Вот я таких ограничителей у нас не видел. Дверь обычная, алюминиевая. Заходим. Зеркало, канат. Ну, вся вот такая, знаете, морская тематика. Здесь сделана вот отделка такая волной в видеонаблюдении. Почтовые ящики здесь уже вот такие обычные, стандартные, но с перфорацией, не из дешевых. Это магнитная доска. Слушайте, сюда можно какие-то заметки ставить. Здесь такой же цвет морской выбрали. Но вот здесь, конечно, нужно поднять коляску по вот такому маршу. Ну, не думаю, что это какая-то будет проблема. Плюс то, что здесь она проходная. Выходим к секциям. В лифтовой холл сразу видим, какой этаж. И на каком этаже находится какая квартира. Если вот в этих назовем их виллах мы видели с вами деревянное ограждение, то здесь из нержавейки металлическое смотрится тоже реально очень круто. Какие квартиры находятся за дверью. Здесь у нас электричество. Обратите внимание, смотрите, какое классное решение. То есть обычные вот эти ящики. Точно такие же ящики и у нас. И здесь, чтобы это было красиво смотрелось, просто сделано и со вкусом. Старая советская система магнитного крепления. Обычные дверные петли. Обычные белые ДСП. Обратите внимание, просто вот такой красивый шкаф. Считаю, что нашим застройщикам нужно это взять на вооружение. Тут небольшая трещинка. Это мелочи по гарантии обратиться. Здесь же тоже она 5 лет. Первый этаж. Какие квартиры? Ну что, вызываем лифт. А он не вызывается. Что-то с... Ну, пройдем пешком. Здесь у нас уже деревянные поручни из массива. Обратите внимание, что здесь обычный лестничный марш с бетонного завода. Сами площадки в плитке. Марш обычный бетон. Чистый, красивый. Смотрится классно. Поднимаемся и видим аналогичную картину. Поднялся на последний седьмой этаж. Это выход на кровлю. Единственное, что можно придраться вот к этим подтекам и немножко ржавой двери. Но обратите внимание, есть ограничитель от застройщика. И вот даже вот здесь вот такая красота. Вот это не мешало бы подтянуть. Но вот, видите, все не так хорошо. Вот, соответственно, здесь мы видим, какие находятся квартиры. Лифт, к сожалению, не отключен. Система управления спрятана. Но вот здесь, обратите внимание, как красиво, гармонично смотрится этот шкаф. Подсветка работает по датчику движения. Аналогично счетчики за дверью. Есть вот такой указатель. Но вот, видите, кто-то может подумать и сделать, а кто-то делает, как обычно. Ограждающая конструкция. Красивый такой морской цвет. Деревянные перила. И, друзья, вот такой практически панорамный вид на паркинг, и на дорогу, и красивый еловый лес. Сейчас вот вышел из комплекса, обратил внимание на последние этажи. На последних этажах есть вот такие балкончики, назовем это так, или террасы. И от застройщика уже есть стеклянное ограждение, чтобы сверху ни снег, ни дождик не капал на ваши головы. Атмосферно сделана мангальная зона. Обратите внимание, что вот здесь чуть выше. Все вот в такой доске. Деревянная мебель. Сверху у нас большие крупные лампочки, они таким приятным желтым светом горят. И здесь, соответственно, видно, что пользуются и достаточно часто этой зоной. А это практически место сосны на морском берегу. Вот такая классная песочница для детей. На территории комплекса уже действует детский садик. Обратите внимание, что закрыт его таким нормальным классическим прозрачным забором. Входная группа, флаг Беларуси, цветы, все ухожено. Клумбочки, горочки, беседки. Все для приятного времяпрепровождения детей. Гуляете в своем дворе, дети бегают по площадке. А вы решили присесть, отдохнуть на такое удобное кресло и выпить чашечку вкусного кофе из кофейни на территории вашего комплекса. Благодарю. Во многих проектах сделано так, чтобы выйти, кнопка где-нибудь вынесена будет вот здесь. Обратите внимание, как сделано удобно. Дверь открыта, очень тихо говорит. Магнитная доска для информации. И выходим в прекрасный двор жилого комплекса. Двухсторонние лифты Клемон. Едем на последний, седьмой этаж. Тут все обшито, как у наших застройщиков УСБ. Конечно же бы хотелось, хотя бы окрасили в белый цвет, как я обычно говорю. Либо натянули баннер, добро пожаловать домой. Жилой комплекс Пирс. Очередь такая. Это бла-бла-бла, контактный телефон застройщика, управляющая компания. Было бы намного комфортнее. Обращу внимание, что напольное покрытие здесь напоминает палубу корабля. Седьмой этаж. Здесь отделка попроще. Вот просто накидана такая штукатурка мелкая. Все красиво, однотонность соблюдена. Но, естественно, если бы это было бы какой-нибудь пластик решения или из дерева, смотрелось бы интереснее. И по мне, конечно, нужно, чтобы была гладкая стенка, потому что так застройщику, понятно, проще. Но когда гладенько, смотрится чуть дороже. Эта лестница у нас наверх. Обратите внимание, что она из металла, чистая, красивая. Не стыдно привезти гостей и подняться наверх туда самому. А вот так выглядит лестничный марш. Монолитные ступени отшлифованы. Такие узенькие окна. Стеклопакет двухкамерный. Нельзя курить. И вот здесь везде такая, друзья, красота. Ограждения приварены к маршу. Марши обычные, с бетонного завода. Ну, все в едином стиле. Смотрится очень красиво. Даже несмотря вот на эту штукатурку. В августе 2022 года однокомнатная квартира здесь, в черновой отделке, стоила от 3 миллионов 300 тысяч рублей. На сегодня здесь однокомнатная квартира с чистовой отделкой, мебелью и техникой стоит от 7 миллионов рублей. Как вам прирост цены? И вот это все застройщик называет комфорт-классом. Уверен, у нас это был бы премиум лакшери проект. Здесь в комплексе застройщик передавал все квартиры в черновой отделке. То есть видите, как можно, в принципе, сделать красивый, качественный проект. При этом из таких, скажем, среднего уровня материалов сделать очень достойно. И здесь Остой, я считаю, полностью оправдал то, что изначально задумал. Это, знаете, история того, когда рендеры соответствуют действительности. Напишите в комментарии, как вам этот комплекс, и как вы полагаете, за сколько бы у нас продавались бы здесь квартиры. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok